всем привет ребята в эфире канал парни из камня да но у нас случилась беда что только один из наших членов команды самый старый член команды юрий петрович выложил без нас плитку на стены не дав нам показатели и умотал на моря ну хоть что-то там оставил затирку пола проверьте верил до последнего этому члену нашей команды видишь как она даже не юрий петрович смотреть но не будем расстраиваться сегодня мы будем затирать швы на напольной плитке кстати она затирается абсолютно так же как и стеновая плитка потому что принцип еди вы сейчас и сами все увидите а пока посмотрите список инструментов необходимы для этого и несмотря на то что наш спартановский буржуи юрий петрович уехал на моря и надеялся дорога мы покажем как правильно затирать швы на плитке первым этапом является подготовка поверхности мы наклеили по периметру маленькую ленту чтобы защитить стены и тем более если у вас затирка на стенах и на полу разного цвета сделать это нужно обязательно второй момент это нужно почистить швы делать это нужно с помощью деревянного клина то есть обозначенная деревянная палка заточенной ножом ни в коем случае никаких металлических шпателей которые могут сколоть глазу чистите шов не вглубь очистить нужно торцы и плитки от плиточного клея вот такими движениями сначала одну сторону походите потом другую деревянный клин ставите на излом видите грязь вышла наружу после того как мы почистили две-три плитки возьмите булку и сметите грязь швы почищены теперь нужно обеспырить с помощью влажной губки но никакой грунтовки только вода завершаем затирку и будем затирать затирать швы можно разными инструментами можно резиновым шпателем теркой пластмассовой американкой главное не железными шпателями никак нельзя берем затирочку замешанную до состояния сметаны накладываем на наш пластмассовый шпатель и теперь вдавливаем швы затирочку раз сняли лишнее опять как видите в шов попала затирка его там вдавили и лишнее сняли как видите пластмассовый шпатель не убеждает швы затирки но еще не сформированы как это сделать можно это сделать с помощью ваших рук пальчиков вдавливаете проходите по шву вишни убираете можно как видите получается красиво в роднике шов на плыв затирки смывается потом после высыхания шоу другой способ придания формирования швов берете влажную губку и по диагонали начинаете замывать приточку аккуратненько сильно надавливая пару раз как видите швы тоже сформированы как делать выбирайте сами принцип один и влажную губку и по губку и по диагону После полного высыхания швов останется лишь помыть полы. Вот и все. Делайте своими руками. Делайте хорошо. Всем пока. Пока, ребята. Швы тоже сформирован. Лишняя затирка, когда высохнет, легко смоется водой. Ты про пальцы не забыть сказать, каким надо затирать. Палец, да, вот самое будет. В зависимости от толщины швов нужно подобрать палец. А обычно это указательный. Нет, при стандартном швейх 3 мм, это указательный палец. Если у вас крестики полтора мм, это может быть мизинчик. Если у вас 2, то там безымянный. Если 2, то средний или указательный. А если у вас тройка, то только большие. Один раз я попал, и мне пришлось затирать кирпич. С тех пор пальцы на руках у меня стали. А потом большие пальцы на ноге. Всем привет, ребята. И что, что-то еще долго? Мы пиздатые пацаны. Ну с этим я даже спорю к ним. Мне даже кажется, не так надо начать. Надо начать. Наш спартановский буржуй уехал на море. Первым этапом работы является подготовка к поверхности. Мы открыли по-дериметру стену валярным скотчем. И все это было. Ну зачем? Он такие просто вспомни, а я здесь оставил свои места. Антон, зачем ты нахрен? Я не помню, сам зачем ты нахрен. Всем привет, ребята. В эфире канал Парни из Камня. И у нас случилась беда. Ты хоть к венерологу сходил? А я ведь годами верил члену. Члену? Члену? Своему? Не проводил тебя еще ни разу.